Всем привет! Это Таня Простанцев. Я всегда рада новым знакомствам, особенно если это артисты балета, и люблю знакомить с ними вас. И поэтому сегодня у нас новый гость, артистка театра Станиславского Немировича Данченко, такое название, Ксения Оринг. Здравствуй, Ксения. Очень приятно. Сегодня Ксения покажет нам свой разогрев, который она делает перед классом. Да, но обычно это по утрам происходит, когда ты только просыпаешься, ноги на ширине плеч поставили, и теперь просто руки наверх поднимаем и вот так раскрываемся, как будто он расцветает цепочек. Еще раз. Еще с вдохом. Выдох. Еще. Теперь можно немножко спародировать, так скажем, лебедя. Это тоже. Так руки через стороны, тоже через вдох. Вдох. И вниз. Можно также чуть-чуть, ну вот получается, вот здесь от талии немножко приподниматься, то есть вытягивать. Получается, мы полностью все вытягиваем наверх. Вниз. Тоже со вздохом. Можно также через полупальцы это делать. И со вздохом. Теперь руки на ширине плеч. И мы тоже это через портобрай делаем. Правая ручка. Теперь наоборот. За левую ручку. Еще раз. Здесь у нас идет перекрут именно в талии, только бедра остаются на месте. И так же, ну вот, можешь делать в одну сторону. Делай. Да, так. Только здесь нужно от вот этой лопаточки вперед руку подавать. Так. А здесь старается плечо развернуть, то есть его назад и опустить. Тут получается разворот на 45 градусов у тебя получается. Нужно тянуться за передней ручкой. Партнер выпуска интернет-магазин обуви и аксессуаров мировых брендов SOHO. Я предпочитаю онлайн-шоппинг, поэтому люблю хорошие интернет-магазины. Такой, как SOHO. Где? Все понятно. Переходите в нужный раздел, такой как мужчинам, женщинам, детям и так далее. И выбираете нужную вам обувь. Большой выбор известных брендов, приятные цены и подробная разверная таблица. Ссылка на интернет-магазин SOHO в описании под этим видео. Для моих подписчиков по промокоду Таня Танцы скидка 10%. Вообще у танцоров, конечно, еще очень важна мобильность тазобедренного сустава и его прокручивание, так скажем. Можно встать к станку, тогда по первой позиции и согнуть ногу в колене на пассе. Угу. И опустить. Здесь очень важно, чтобы таз был ровный и ты поднимала только колено. Тут важно, конечно, просто включение мышцы. правильное. Потом очень помогает вот эта резинка. Ну покажи сначала на ты. Давай. Заходят на мне эксперименты ставить. Так, получается, мы одеваем резинку на правую руку и закрепляем ее на стопе противоположной ноги. Потому что тут обмотала два раза и там обмотала два раза. Угу. Опорная нога максимально вытянутая. Не пробнутая. Про это мы поговорим. Я сейчас этим борюсь. Попозже поговорим про это. Да. И идет разгибание в колене. Угу. И опускание ноги и поднятие ее. Здесь очень хорошо работает вот эта мышца как раз для поднятия ноги. И для закрепления ее. Также ее можно проворачивать в суставе. Да. Вот это вот очень полезная разработка забедренного сустава. Вот. И потом, конечно же, важнее всего потом ее уметь поддержать. Поддержать. Да. Потом это как раз помогает для Гранд Рондо и амплитуды движения. Значит, я ее обматываю два раза. Да. Да. Так. Сюда. Сюда. Хоп-хоп. Теперь согни ногу в колени. Еще. Так не хочется это делать, если честно. Потому что, мне кажется, я не смогу поднять ее. У тебя есть станок. Не сможешь. Она для меня жидковата. Я тебе помогу, мне кажется. Ну, жесткость у нее хорошая, на самом деле. И теперь аккуратненько так. Тут у тебя все прямое, да. Вот. Смотри, хорошо. Еще. А, ну да. В принципе, она не такая жесткая. И теперь я должна опускать. Да. И поднимать. Да. Прикольно. Мне так страшно, как казалось. Вот это бедрышко все-таки, конечно, опускать в саму косточку. А поднимать вот эту мышцу внутреннюю. Сейчас. Моя ошибка не делать. Получается, я вот опустила сейчас? Да. И теперь, вот, да, чувствуешь это? А, вот еще. Внутренняя мышца работает. А тогда я выше и не могу. Да. Но зато у тебя стоят бедра правильно. Все, я поняла. То есть вот это вот, это как, кстати, я у американок так часто это замечала. Вот когда вот так стоят, это неправильно, конечно. Ну красиво. Но не в балете. Чтобы нога была, ну вот как у нас есть такой термин, в бедре. Чтобы она была вправлена. Так, а теперь провернуть хочу попробовать. Подождите. Тут важно просто, смотри, ты остаешься в этом же положении, и ты просто вот пяткой сейчас вот сюда передвигаешься. А ногу оставляю, да? Да, вкручиваю ногу, получается. Это только у тебя вкручивается нога. Вот, хорошо. Здесь тоже важно, чтобы вот это бедро было открыто. А сейчас открыто? Да, и можно чуть-чуть подать ребро вперед. Чуть-чуть. Да. Я уже как бы не молодая. Да, кстати, уже хорошо. Молодая. 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 Допустим, когда ты вообще делаешь DWP, то есть сначала идет у тебя рычаг поднятия ноги, максимально колено, потом просто уже разгибание. Угу. Вот такое упражнение тоже для развития мобильности и поднятия ноги. Здесь тоже максимально вытягиваемся на опорной ноге, как бы, грубо говоря, пяточкой из пола наверх выжимаемся бедря. Угу. А вот здесь опускаем бедренную кость вниз, забедренную, а здесь пытаемся вернуть, ну, как бы вот… Развернуть. Развернуть. Ну, вставить в бедро, да? Вставить в бедро, получается, да. Да. И делать, допустим, приседания, плиер-релеве. А, сейчас попробую, только вот тоже не пробовала. Вроде бы такое, ну, простое, но… Или так же еще вот к ноге, получается. Ты ставишь еще, да? Важно, чтобы был ровный квадрат. Да. Выворотно вставляешь вот здесь. Ну, вот сейчас ты немножко просела вот здесь в бедре, то есть надо вот… Видишь, ты опять чувствуешь вот эту мышцу, да? Ну, просто у нас самое главное, то есть… Ямочек, а вот. Можно еще пяточку чуть-чуть вперед, к идеалу. Ну да, вот. Получается, ты из пятки пытаешься выжаться наверх от пола, вот в этой ноге. То есть у тебя должна быть ровная палочка. Вот сейчас ты ровно стоишь. Угу. И теперь что делать с этой ногой? Так. Чувствуя вот эту ногу как опору, ты вот здесь ее вот эту вправляешь. Угу. Так, хорошо. Вот. Теперь ты можешь согнуть ногу в колени и сделать плие. Правильно. Только, конечно же, коленочка желательно в сторону. Она пошла мне вперед? И так же, да. Вот. Сейчас верно. Можешь, попробуй сейчас вот как бы почувствовать, как будто ты икру вкручиваешь. Вот. Сейчас у тебя ровнее стало. И так же выжимаешься. То есть нужно выжиматься прямо из ноги получается. А теперь можешь, ну, таз вперед подать. Так у тебя разрабатываются. У тебя, кстати, нормально выворотно. Ты можешь так же взять за пяточку уже ногу, стоя на опорной, и попробуйте ее вперед вытянуть. Вот. Чувствуешь, у тебя легче нога идет, нет? Ну, когда через вообще вот это, через WP, да. А если с пола поднимать, это прям тяжело. И у меня напрягается, когда с пола вот здесь почему-то очень сильно. Ну, это неправильно, потому что нужно стараться внутренней части бедра держать ногу. Ну, я об этом забыла, видимо, давно уже не снимала. Да, потому что как раз, когда вот так поднимаешь ногу, то здесь уже включаются другие мышцы. А если ты держишь таз ровно, на самом деле так легче держать ногу. Друзья, анонс. 24 апреля этого года состоится марафон современной хореографии. В программе мастер-классы по современным направлениям с известными хореографами и танцорами со всего мира. Организатор хореографическое училище колледж лаборатории Лавровских совместно с институтом театрального искусства ГИТИСа. Есть два формата участия. Онлайн, то есть вы сможете попробовать свои силы, находясь в любой стране, в любом городе. Но некоторые счастливчики смогут попасть на оффлайн мероприятие, которое состоится в ГИТИСе. Для того, чтобы зарегистрироваться как онлайн, так и оффлайн, вам нужно написать на почту, которая указана под этим видео, и написать тот формат, в котором вы хотели поучаствовать в этом мероприятии. Торопитесь, количество мест ограничено от дедлайн приема заявок до 15 апреля. Продолжаем. Сейчас у нас упражнение на стопы, да? Покажи, пожалуйста. Получается, правая нога вытянутая, левая нога согнута к правой ноге, прижата. Одевается резинка на подушку. Ты просто берешь в руку, да, вот здесь? Да, беру ее в руку и рукой натягиваю резинку и разгибаю стопу. Конечно. Вот такие упражнения делаются, это около 30 раз. Ну и у Ксюши такие иксовые ноги, как говорят в балете. Кстати, была тема у нас с доктором Каблуковым про иксовые ноги, и в комментариях многие люди просто не поняли, что это значит. И вот сейчас Ксюша покажет, что значит икс в балете, потому что икс в жизни. Люди говорят про икс, когда ноги кривые, когда вот тут они иксовые. А у балерин они иксовые, но в другом плане. Ксюша, продемонстрируй, пожалуйста. Это считается иксовым. Да, это перерасгибание в колени на самом деле. И, конечно же, это не считается нормальным и правильным, но так получается линия ноги более красивая. А ты, кстати, разрабатывала или у тебя от природы было уже такое заложено? Нет, я все сама разрабатывала. Нужно сесть, да, чтобы колени тоже не торчали. И теперь нужно просто здесь, естественно, натянуть стопу. А здесь же просто делать вот такие упражнения. Можно даже положить руку и чувствовать вот эти сокращения. Они должны быть небольшими. Это вот здесь. Попробуй чуть-чуть приподнимать пяточку. Я пробую, у меня нет такого икса. Но я чувствую тут. Да, все равно у тебя должны быть внутренние ощущения, что ты чуть-чуть ее хочешь приподнять. Но я вот чувствую немножко. И так у тебя постепенно разработается эта мышца, чтобы ты ее чувствовала. И так у тебя потянутся колени. Ну вот на этой волне мы сегодня закончим наш выпуск. Спасибо большое, Ксюша. Пишите свои комментарии, пишите вопросы. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. Всем пока-пока.